Еще внизу написать, господи, проси их грешных. Электрик Аркадий Рогожин вкручивает новый плафон вместо разбитого. Работает хоть и с улыбкой на лице, но с негодованием в душе. Неизвестные фандалы разбили фонари уличного освещения в Яблоневом саду возле Никольского храма. Меньше года прошло с той поры, когда мы облагородили данную территорию. Здесь разбили шикарный яблоневой сад, смонтировали прекрасные места отдыха, клумбы, такие композиции, цветочные, как сердца, уличное освещение из декоративных фонарей. И что мы сегодня видим? Кто-то, герой в кавычках, разбил большинство плафонов, тем самым лишил освещения уличного в ночное, в темное время суток данной территории. Ничего, кроме возмущения у проходящих мимо людей. Этих недоумков надо учить. Их родители должны были учить их. Мне 13, я бы такого не совершала. Почему? У меня есть более интересные дела. Я, наверное, поймала бы их, объяснила им, что они пришли ущерб. И, типа, сделала бы так, что там их родители, может, заплатили бы за это. Я считаю, что то, что делает наша администрация, поставили здесь, наконец-то, фонари. В темное время, также моим детям, и мне было очень неудобно идти до микроэна Рекенцо. Мы живем в Рекенцо. И это была огромная просто работа проделанная, в том числе и с фонарями. Я очень прошу наших жителей не ломать то, что делает наша администрация, и в том числе и глава. Я очень прошу, потому что это для наших детей, прежде всего. Это наша безопасность, безопасность наших детей, что они в темное время не возвращаются домой, вот, с нашего центра города. Я очень вас прошу, как мама троих деток, пожалуйста, относитесь, пожалуйста, с уважением. Это уже третий случай вандализма за прошедшую неделю. Ранее неизвестные разгромили фонари освещения возле монумента «Скорбящая мать», а также разбили фонари у спортивного комплекса «Авангард». Сотрудники полиции проводят проверку по данному происшествию. Если кто располагает какой-либо информацией, просьба сообщить в правоохранительные органы. По имеющейся у нас информации к данной минуте уже есть данные о нарушителях. И наказаний им не избежать.